В эфире Амурского областного новости в студии Евгений Макитрюк. Здравствуйте и коротко о главных темах этого дня. Ежемесячные выплаты и не только. На какие льготы могут рассчитывать участники специальной военной операции, рассказали в областном правительстве. На острове Даманском тишина. В этом году исполнилось 55 лет со времен вооруженного пограничного конфликта на дальневосточной границе. В честь памятной даты для мужских школьников прошли уроки мужества. Они внесли свой вклад в развитие Преамурья. В преддверии 8 марта наш телеканал продолжает цикл рассказов о женщинах, которые развивают разные сферы жизни области. Пишут иероглифы, знают некоторые фразы и счет. В детских садах Благовещенска малышей обучают китайскому языку. Ну а теперь подробнее об этих и других темах выпуска. Налоговые льготы, ежемесячные выплаты, льготные пенсии. О мерах социальной поддержки участников СВО и их семей рассказали в областном правительстве. Какая помощь оказывается амурчанам, продолжит наш корреспондент. Более 40 мер поддержки разработала Амурская область для участников СВО, членов их семьи. Один из весомых – блок мер поддержки детей. С самого начала мобилизации каждому ребенку-участника спецоперации единовременно выплачивали по 10 тысяч рублей. Эти средства по сей день выделяются из областного бюджета. Также ребята получают бесплатное питание в школе. Кроме того, дети мобилизованных обеспечены ежемесячной выплатой, которая не зависит от материального положения семьи. Компенсируется и плата за детский сад. Изначально мера поддержки в виде полной компенсации за детский сад распространялась только на мобилизованных граждан. Сейчас, с 1 января 2024 года, эта мера поддержки распространена на всех участников СВО, в том числе на участвовавших в данной специальной операции и вернувшихся из зоны боевых действий. Также распространяется на погибших участников СВО и получивших именно линейство первой группы. Что касается порядка написания заявления, то нужно обращаться непосредственно в детский садик за назначением этой компенсации и к заявлению приложить документ, подтверждающий статус, то есть участие человека в специальной операции. Отдельным блоком стоят выплаты по ранению. По данным Минсотзащиты региона, эта категория вызывает много вопросов. Гражданам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, назначается пенсия, размер которой увеличивается в зависимости от наличия детей. Также таким военнослужащим предоставляется денежная компенсация. Но травма должна быть получена именно при выполнении боевых задач. Обращаться за выплатой можно в определенный срок. Во-первых, пропускается срок обращения за выплатой. У нас он четко регламентирован, что в течение года после получения ранения военнослужащий, участник СВО, имеет право получить выплату за счет регионального бюджета. И существует другой срок, что в течение шести месяцев после того, как получены документы. Мы видим, что зачастую трудно получить именно подтверждающую справку, что это ранение было получено в ходе боевых действий. И большая загрузка госпиталей, которые не могут сформировать и выпустить эти документы. Поэтому существует еще определенный срок, в течение которого мы ожидаем поступления, чтобы у человека была возможность все-таки получить эти документы и представить в орган соцзащиты. Что касается ветеранов боевых действий, то для них ежемесячная выплата составляет около 4200 рублей, для героев России более 89 тысяч. Заявление на получение денежных средств можно подать различными способами. Первый способ – это сам военнослужащий может подать через портал госуслуг заявление о назначении данной выплаты, открыв личный кабинет своей учетной записи. Также супруга, если имеет доверенность от мужа, может своей личной учетной записи через свой личный кабинет подать заявление за своего супруга. Но тут нужно иметь доверенность. Также заявление можно направить в социальный фонд, в клиентскую службу социального фонда по почте, по электронной почте. Также, если никаких способов подачи заявления нет, то супруга может обратиться непосредственно в клиентскую службу, предоставив оригинал удостоверения в случае, если имеется оригинал на руках. Если оригинала на руках нет, можно обратиться с фотообразом данного удостоверения. Мы сами самостоятельно сделаем запрос в Министерство обороны о подтверждении подлинности данного удостоверения и, соответственно, решим этот вопрос о назначении выплаты. Семья погибшего также имеет право на ряд выплат, пенсию по потере кормильца, ежемесячную денежную выплату, компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг, выплаты на ремонт жилья. Получить информацию о мерах поддержки можно по цифровому навигатору без границ. Кроме того, на уровне федерации готовится к запуску подобная цифровая платформа. Ирина Батина, Амурское областное телевидение. 58 человек погибло, 97 было ранено. Со 2 по 15 марта отмечается годовщина вооруженного пограничного конфликта на острове Доманский. Инцидент на дальневосточной границе произошел в 1969 году и стал одним из самых крупных конфликтов в истории России и Китая. В честь 55-й годовщины сотрудники пограничного управления ФСБ России по Амурской области провели урок мужества для школьников села Михайловка. Подробности смотрите далее. Пограничные инциденты в районе островов на реке Уссури начались еще в 1965 году. Тогда советские пограничники четко выполняли приказ на провокации не поддаваться, огонь не открывать. Столкновения на границе стали практически обычным делом, однако в 1969 году ситуация изменилась. С 1 на 2 марта 1969 года около 300 военнослужащих Народно-освободительной армии Китая переправились на Доманский и залегли на западном берегу острова. Сообщение о том, что группа из 30 вооруженных китайцев вышла с поста Гунцэ и направилась на советский остров Доманский поступило на заставу Нижней Михайловка утром 2 марта. На китайском берегу были оборудованы позиции безоткатных орудий, крупнокалиберных пулеметов и минометов. Здесь же разместилась пехота 200-300 человек. В свою очередь советские пограничники, которые отправились выдворять нарушителей, были настроены на мирный исход дела. «Пограничники разбились на две группы. Первую из семи человек навстречу китайцам повел Стрельников. Пограничники потребовали удалиться с советской территории. Рядовой Николай Петров успел сделать несколько фотоснимков. В этот момент первая шеренга китайцев расступилась, а стоявшие во второй шеренге открыли огонь по пограничнику». По второй группе был открыт огонь со стороны острова. Большинство наших бойцов погибли. Так начался вооруженный конфликт. Были убиты 58 человек, 97 – ранены. Один из тех, кто принимал участие в событиях тех лет – Владилен Булгаченко. На уроке мужества, вспоминая историю, не смог сдержать слез. Говорит, время тогда было тяжелое. «Возил наряд, ходил дозором, наряды ходил. Пришлось и участвовать тоже. Там меня контузило. Я от начала прослужил два года, шесть месяцев и двадцать в следующем дней. Почти что через день и каждый день были и до событий, и после событий были стычки». Владилен Петрович уверен, школьникам рассказывать о событиях на Даманском важно, чтобы подрастающее поколение училось на примерах патриотизма. Кстати, оба сына Владилена Булгаченко тоже стали пограничниками. «Почему мы и два парня пошли служить на границу? Потому что пока они в школе учились, мы и на заставу ходили. Они оба у меня были, эти, ЮДП сначала, потом ДНДшники, вот, и походы везде ходили. Вот они и пошли, выбрали профессию, вот. И так же будет у меня по любому, по границам будет». Урок мужества для школьников из Михайловки провели именно 6 марта не случайно. В этот день Владилен Булгаченко отметил свой 75-й день рождения. «Сегодня мы поздравляем нашего уважаемого Владимира Петровича с его юбилейным днём рождения. И разрешите мне вручить приветственный адрес поздравительный от начальника пограничного управления ФСБ России по Амурской области, от генерала-лейтенанта Ксенза Романа Викторовича». За героизм и мужество, проявленные при защите рубежей родины у острова Даманский, пять человек удостоены звания Герой Советского Союза. 150 участников конфликта отмечены боевыми наградами. Анастасия Петраш, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. В Благовещенске задержан мужчина, который обвиняется в жестоком обращении с животными. Он выбросил с балкона пятого этажа собаку породы Ротвейлер. Травмированного пса во дворе дома по улице Ломоносова 261 обнаружили жильцы многоэтажки. Они обратились в полицию. Правоохранители установили хозяина животного, однако он оказался непричастен к преступлению. Выяснилось, что жестокий поступок совершил его родственник, который находился в гостях в состоянии алкогольного опьянения. Собака от полученных травм скончалась. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». 35-летний Амурчанин был задержан сотрудниками уголовного розыска и доставлен в отдел полиции. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе Амурского УМВД. В Преамурье бывший генеральный директор подрядной организации обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Компания занималась ремонтом дорог в селах Игнатьева и Марково Благовещенского округа. Преступление было совершено в 2021 году. Тогда экс-подрядчик, выполняя муниципальный контракт, внес в отчетные документы недостоверные сведения о выполненных работах по устройству водопропускных и водоотводящих труб, которые в действительности осуществлены не были. Ущерб составил 3,5 миллиона рублей. Сейчас расследование уголовного дела завершено. Судом наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемому, на сумму около 6 миллионов рублей. Уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд, сообщили в Амурском следственном управлении. Уже знают счет, фразы и учатся писать иероглифы. В трех детских садах Благовещенского малыши уже несколько месяцев осваивают китайский язык. На одном из уроков побывала Дарья Крамарева. С легкостью считают до 12 и уже знают часть речи. У этих малышей, говорят педагоги, осваивать сложный китайский язык получается лучше, чем ожидали. Неподдельный интерес и гибкий ум. Арина Хромовских, преподаватель с 20-летним стажем, рассказывает, с детьми работать одно удовольствие, особенно когда видишь результат. В данном возрасте у детей высокие когнитивные способности, и они могут воспринимать информацию иноязычную достаточно легко. Но единственное, что нужно, это оформлять игровой формой занятий, тогда им будет интересно. Программный минимум, который положен для этого возраста, он реализуется в течение года. Сейчас ребята уже изучают не только произношение, но и осваивают письмо. А еще на уроках изучают культуру Китая. Говорят о традициях, истории, географии. Сейчас непростой иностранный язык учат более 40 ребят. В следующем году осваивать китайский в этом детском саду будут уже 80 дошколят. Мы изучаем эту программу первый год. У нас замечательные преподаватели. Деятельность для нас достаточно новая и достаточно интересная. И видя, как дети вовлечены в процесс, мы можем делать уже сейчас вывод, что эта деятельность начата была не зря. В дошкольном учреждении отмечают. Получают положительные отзывы от родителей ребят. Даже дома малыши проявляют интерес к обучению. Изучение китайского языка в детских садах Благовещенска стартовало по инициативе губернатора Преамурия. Сегодня язык соседнего государства учат ребята из трех дошкольных учреждений. В 28-м, 4-м детских садах, а также в прогимназии. Кроме того, китайский войдет в образовательные программы учащихся первых классов. Дарья Крамарева, Елисей Сафонов, Амурское областное телевидение. Заслуженный учитель России, двухкратный победитель конкурса лучших учителей страны. В преддверии 8 марта мы продолжаем рассказывать о женщинах, которые внесли свой вклад в развитие Преамурия. Сегодня материал о преподавателе Ольге Косиловой, которая больше 40 лет посвятила школе. Ирина Батина продолжит. Добрый день, ребята. Садитесь. Сколько раз за 45 лет работы в школе произносила эти слова Ольга Косилова даже не сосчитать. Гены педагога не оставили выбора, смеется Благовещенко. Бабушка – учитель начальных классов, мама преподавала историю, папа – литературу. Вот как у нас проходили вечера. Мы жили в районе спичфабрики. Большой тогда же стол стоял посреди гостиной. И мы все вокруг этого стола. Маме помогаем вырезать фигурки для аппликаций, чтобы она Бородинское сражение могла на доске изобразить французов, русских. Все это мы вырезали, раскрашивали. Юная Ольга поступила в Благовещенский пединститут на филолога, закончила с красным дипломом и вышла замуж тоже за филолога. Ее дочь и внук продолжили семейную династию. Ольга Ивановна профессию педагога считает лучшей, интересной и нужной. Говорит, что ни разу не пожалела о своем выборе. Да, работа трудная, кропотливая. Сплю я мало, 2-3 часа в сутки. Тетради, уроки, выступления. Сейчас у меня на практике студенты. Я чем дальше работаю, тем больше чувствую ответственность за этих детей. И понимаю, какая миссия у меня высокая. Потому что если сегодня я не введу в мир литературы классической, хорошего кино, театра, а кто это сделает? Особенно Амурчанка гордится своей работой, когда вроде бы нерадивые ученики вдруг увлекаются хорошей литературой, искусством, связывают свою жизнь с филологией. Среди выпускников Ольги Косиловой журналисты, педагоги, кандидаты филологических наук и доктора наук. Самое главное, учитель сам должен любить свой предмет, любить свою работу, каждый день приходить с улыбленной лицей в класс. А второе, это быть уверенным, что это его призвание. Изучая литературу, мы не только изучаем биографию писателей, то, как они писали. Мы изучаем их видение на этот мир, представляем это и можем даже познавать себя. Любовь к слову, к языку Ольга Ивановна старается передать и своим воспитанникам. Считает, что книга по-прежнему является лучшим подарком. Читающий человек всегда будет образованным, эрудированным и грамотным. Хорошая литература может быть полезнее модных коучей, смеет Самурчанка. Семейная у нас любовь к роману Каверина «Два капитана». Очень любила эту книгу мама. Она еще, я в школе училась, об этой книге я ее прочитала. Мы в школе не изучали, я прочитала. Она стала моей любимой книгой. Я всегда изучаю этот роман со школьниками. И эти девизы Сани Григорьева и ведут меня по жизни. Бороться, искать, найти и не сдаваться. Вперед, если быть, то быть лучшим. Ну а в семье у нас еще всегда звучало, это уже не из книги. Раньше думай о родине, потом о себе. Мы под таким девизом все трое в семье воспитывались. И еще, если не откладывай на завтра, то, что нужно сделать сегодня, не можно, а прямо нужно. Поэтому я и сплю мало. Вот все, что спланировала, я должна сделать. Ирина Батина, Владимир Петренко, Аморское областное телевидение. На этом выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова